...пабликам, как Немергенштерн, Рифмы и Панчи и подобным, а также ко всем блогерам и к моей аудитории, кто прямо сейчас меня поддерживает, а также к сотрудникам и лицу магазина Никиты Ефремов. Позавчера, то есть 12 октября, мои личные данные были пробиты сотрудниками магазина Никиты Ефремов, а именно сотрудниками по безопасности. Как он это узнал? Ну личные данные, это типа в глаз бога какой-нибудь условный, блядь, уебищный, типа вебилищ. Мира личные моих знакомых также были пробиты, после чего им стали названивать всю первую половину дня. Надеюсь записи будут, потому что... После чего я решил связаться с ними и стал получать угрозы от сотрудника по безопасности, что на меня заведут уголовное дело по статье за клевету. И что либо я прямо сейчас удаляю свой ролик, либо они идут в суд. Также со мной связывался отдел по маркетингу магазина Никиты Ефремов, в котором они отправляли мне огромные письма, где говорили все то же самое, что они найдут лучших адвокатов уровня Моргенштерна и так далее. Фамилия... Такого низкого? ...назвать не буду. И что я должен буду удалить как свой ролик, так и все шоу... Ну такие адвокаты ничего и не выиграют, интересно? На следующий день мне позвонил уже сам Никита Ефремов, от которого точно так же были угрозы, только он называет это правовое поле. То есть либо я удаляю ролик, либо он идет в правовое поле, то есть в суд. Либо мы с тобой договоримся. И даже несмотря на все эти угрозы на протяжении суток, я все равно... Ну я надеюсь записи-то сейчас будут какие-то? Бля, походу не будут. Ну, бро, вот у меня абсолютно... У меня тоже рамсы с, так скажем, компанией Никиты Ефремов. И максимум, что они мне написали из такого, что... Ну, мне когда вот с аккаунта в Инстаграме написали, мне сказали, мы не будем просить тебя ничего удалять. Ну, может быть, ко мне такое отношение такое? Хотя ты же тоже медийный человек. Зачем они одного медийного человека будут угрожать, короче? Не знаю, бро, что-то... Я пошел с ним на коннект и хотел его услышать. И что же он такого сказал? Он сказал прямым текстом. Давай ты, короче... В телеграме сейчас посмотрю. ...бережишь все. Пропаль в ролике. Поменяешь название, описание ролика, а потом я... Мы с тобой созвонимся, и я тебе все расскажу про Паль, что у нас нету Пали. Вот опять, да, вот если он не пиздец сейчас, реально, а вот что он расскажет? Алло, короче, это реально не Парь. Ну вот мы всей компанией читаем, да, ну вот как... Мы сделаем видео, потом ты приедешь, я приеду, мы с тобой сделаем ролик вживую, и там я тебе покажу, уже подготовившись, что у нас нет никакой Пали, что ты был неправ. Но при этом я извинюсь за сервис, за все остальное, но так как у нас все хреново сейчас, падают продажи, все остальное, я не успею решить все проблемы, то я... Ну ты да, ты просто приходи, понюхай вот так. Типа, ну вот, пахнет как Непаль. Стоп, стоп, досмотри до конца. Что лучше, взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Я чуть ли не пошел вырезать все, я подумал, суды... Ебать, он обладает, короче, поняли, вербовкой, теперь Никита Ефремов обладает вот этой вербовкой, где учился... Я испугался, я подумал, то, сё, пятое, десятое... Ну жалко Хесуса, да. Да, а сейчас я скажу, хер я тебя удалю, чё, хер я тебя поменяю, чё, понял меня? Ну мы сейчас проверим пруфы, очень сомнительно, невероятно, ребята, сомнительная история, ну... Я... Зачем? Я говорю, был бы он просто какой-то чел, который просто... Ну он медийный человек, у него как-никак, блядь, 49... Ну, когда он выпускал ролик про Ефрема, у него было 40 тысяч подписчиков, там реально ебануло жёстко. Зачем ему, им угрожать одному медийному человеку? Ну да, немножко, наверное, разного уровня, да, я понимаю, что у меня на Перезоливере столько же там, да, подписчиков. Но это же всё равно человек, который сейчас на слуху его ждут обновления по ситуации, да? И, короче, а мне они не угрожают. Вот, ну вот... Увидим. Там у него в ТГ хуйня полная непрофа, сейчас проверим, короче, ну... Сегодня поддержим. Я говорю, первое, что мне написали, я вам показывал сегодня переписку с вот Ефремовым, первое, что мне написали, мы не будем тебя просить ничего удалять, ничего менять. Так они сразу и сказали это. Почему мне так написали, а ему нет? Типа они думают, что, типа, я популярней, поэтому я круче? Я просто не особо понял. От пабликов, от блогеров, от обычных людей, кто мне сейчас пишет, скидывает подделки твои мне в Инстаграм. Я нашёл уже топовых адвокатов, но на них у меня пока бабок нету, потому что мне не занесли никто. Короче, нихрена я вырезать, удалять, менять и так далее, ничего не буду. Адвокаты уже поугарали там с твоих претензий по клевете. Особенно то, что этот ролик был только моим мнением, моей историей и историей других людей, которых вы обманули. Вместо того, что мне сейчас угрожать судами... Топовые адвокаты, они уровнем Моргенштерна или, ну, вот... Манипулировать, мозги мне промывать, что я до такой степени уже просто... Я ничего не соображал после разговора с этим Ефремовым. Я просто сижу и понимаю, что я не втыкаю. Просто мне в течение двух суток разные люди, целой командой сидели и пытались, чтобы я удалил этот ролик. Вот зачем он пруфы? Вот интересно, ты пруфа... Вот зачем он оставляет пруфы в Телеграме, если у него сейчас ролик на Ютубе набрал 900 тысяч просмотров про Ефремова? Типа, очевидно, если он хочет больше привлечь внимание к этой проблеме, он бы выложил... Ну, что стоит ему сесть, не с телефона это делать, да, а сесть смонтировать. Да, хорошо, он бы мог записать этот предусловие, да, вот это на телефон, но дальше поставлять и скриншоты, и лучше записи разговора, и вот такая хуйня, да. Ну, да-да-да, вы правильно в чате пишите. Зачем ему сейчас реклама в Телеграме, если ему угрожает? Да? Тебе угрожает, у тебя проблема, тебе нужно как можно больше людей, чтобы знали об этом, а ты, ну, как бы... Все пруфы у меня в Телеграме, ну, типа реклама Телеграма, короче, у меня очень большие сомнения по поводу этого парня. Я говорю, я не зря сказал, что я никак к нему отношения не имею, у себя в Телеге сказал, и сегодня на стриме, что я к этому отношения никакого не имею, ну, из-за его пруфа вообще не ручаюсь, я с ним вообще ничего вообще не имею. И все, чтобы я удалил этот... Это чисто байт, это очень странная хуйня в этот момент. Ролик и все. А потом они обещают мне, что они докажут мне и всем, что у них Непаль. Так ты сначала докажи, что у тебя Непаль, а уже потом я решу, буду я что-то менять или нет. Большой ролик со всеми пруфами, как мне угрожали, как на меня давили двое суток, огромная команда людей, которые у него там работают. Мне не внушают доверия. Я, короче, вчера еще, вот когда о нем узнал же, я пару дней назад, позавчера там, типа, такого о нем узнал, я посмотрел его канал, и у него там еще, короче, ролики про то, как его продали в... На Твиче эти слова нельзя говорить. Как будто он попал в незаконное удержание в Дубае. Ну, понимаете, слово на букву Р, заканчиваю на букву Б. Вот, и, короче, и там, ну, реально какие-то истории охуительные, ребят. Одно, одна охуительнее другого. То есть, ну, ну, короче, я поэтому в этот момент понял, что доверять особо не нужно. Я ссылался вот на этого парня только потому, что только из-за его ролика у меня, ну, зерно сомнения посеялось, короче, и все. И после этого я посмотрел внимательно свои кроссовки, потому что они не очень хорошего качества. Но, говорю, пруфы меня вот там не впечатлили, кроме реально фактических пруфов, где он держит кроссовок и там клей, да? А вот эти отзывы читать, вот это не мое. Ты же как сам лично, Никита Ефремов, и убеждал меня в том, что я почему-то с какой-то стати должен сейчас удалить ролик, а потом он мне что-то докажет. Я ничего не буду удалять, ты не понял еще? В общем, весь ролик... Роблокс, да, да. Как вы догадались, что какое-то слово. Видит на неделе также все пруфы от других людей, кто также пострадал, реакции блогеров. А пока я попрошу распространить это видео по всем пабликам, отправьте... Я сейчас реакцию делаю. ...предложку. Не для того, чтобы мне пахнули. Ну, короче, ладно, что я тогда смарю. Помогите, помогите, но если что в телеге, короче, у меня там ролик... Ну, помогите, мне угрожай, меня опасай. Ну, в телеге. Если что в телеге. Ладно, ладно, сейчас посмотрю, сейчас зайду. Так, не показываю ничего. Ладно, ладно, сейчас смотрю. Ну, конечно, у нее тысяча подписчиков, естественно, раскручивает. Чего, блядь? Он тут, тут в основном репосты про со мной, с моими кроссовками. Тут пруфов нету, прикиньте, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас я вам покажу. Так, репост с рифмой и панчей. Обрабатываю ролик. На неделе выйдет ролик с разговорами, реакцией блогеров. Ребят, он пишет, блядь. Скоро выйдут. На неделе выйдет ролик с разговорами, реакциями блогеров, других обман... А что ты тогда сейчас это не сделал, блядь? Угрозы, мелкие пруфы. Нет, почему? Я хочу, я же тебе сам позвонил. Тебе после этого всего грозит, как минимум, на тебя будет составлено уголовное дело. Ага, а на пробиву номера не хочешь уголовное дело? Блядь, это пруф, нахуй. У меня изначально... Я познакомился с Глебом. Помните, вот такую же хуйню и... За клевету... Да, че тебе в этом. За клевету и за порчу... Ага, за порчу. Давай. Будут посчитаны убытки, которые могут быть потенциальны. Это все. Блядь, это все. Это все. Блядь, чел, у меня к тебе очень много вопросов. Я реально вот... Не обижайся. Короче, в этом плане, да, в плане освещения, короче, проблемы с Никитой Ефремовым, мы с тобой ни в одной лодке, короче. Не обижайся. Меня очень смущает, чем ты занимаешься, короче, как... Ну, короче, не знаю. Если тебе действительно угрожает, почему ты прямо сейчас не сел, это все не смонтировал, а анонсируешь. Сначала делаешь ролик на канал, где ты по-быстрому записываешь, перегоняешь трафик в Телеграме. В Телеграме ты выставляешь, блядь, несколько секунд разговора. И говоришь, на днях выйдет ролик, то есть еще подогревая интерес. Я говорю, мы с тобой не в одной лодке, ребята. Я, ну, сразу-то это сказал, и, ну, то есть... Я говорю, я не особо верю, что Никита Ефремов угрожает прямо так людям. Он, наверное, больше человек бизнесмен, хотя парень серьезный. Я слышал, что-то мне рассказывали, у него там, ну, семья какая-то крутая, что-то такое. Но... Я думаю, он понимает, что это для его бизнеса очень плохо, и он вряд ли будет угрожать людям. Ну, по крайней мере, мне не угрожал. Почему ему угрожает, а мне нет, хотя мы оба медийные люди. Не знаю. Не знаю.